Елизавету Сидорову смело можно назвать волонтером с большой буквы. За ее плечами десятки проведенных мероприятий, акций, сборов и концертов. Все свободное время Лиза посвящает активной и инициативной деятельности и во всем преуспевает. В волонтерской деятельности я начала заниматься с пятого класса, перешла в среднее звено гимназии. Все началось с движения, российское движение школьников, которое предлагало нам мероприятия на реализацию, и в которых я сначала была как участник, а потом уже как организатор. Лиза еще учится в школе, поэтому большая часть ее волонтерской деятельности связана с гимназией. Вместе с другими учащимися и с педагогами активистка проводит праздники, акции, концерты, берет на себя роль ведущего и организатора. Каждое такое мероприятие остается в ее памяти ярким событием. Два года назад в гимназии у нас появился свой волонтерский отряд «Дай лапу». Изначально мы хотели помогать только приюту «Возьми меня», но впоследствии мы стали развиваться в различных сферах волонтерской деятельности. Из прошлого года мы открыли кружки по интересам, то есть это волонтеры «Победы», волонтеры «Медиа», социальное волонтерство. И, в общем, у нас неплохо получается развиваться. График волонтера, мягко говоря, загруженный. Одно мероприятие сменяется другим, по достижению одной цели тут же появляется вторая. И все это совместно с учебой и работой. Однако, по словам Лизы, она все успевает. В основном это, конечно, помогает. Ты развиваешься во всех социальных сферах, умеешь планировать свое время правильно. То есть каждая минута, например, сейчас моего времени для меня дорога. Учителя всегда понимают, идут навстречу, отпускают тебя на различные форумы, помогают подтянуть материал. Ну, я вот не могу без волонтерства никак. Это часть моей жизни. В этом году я еще и стала президентом гимназии, являюсь министром культуры, председателем Совета старшеклассников. И, к счастью, у меня пока что получается все это совмещать. Тяжело, времени мало, но я стараюсь. Из будущих мероприятий у нас пройдут акции в поддержку приюта. То есть мы будем собирать констовары, вещи для детей, которые в этом нуждаются. Также буквально пару дней назад у нас уже прошла еще одна акция. Ученики седьмых классов на уроках труда сделали лопаты. И мы подарили их детскому садику солнышко для ребят. Деятельный человек без планов свою жизнь не представляет. И Лиза, несмотря ни на что, оптимистично смотрит будущее. На год у меня, конечно, есть планы. Это по развитию школьного волонтерства в первую очередь, так как у нас юбилей гимназии в этом году 30 лет. Мы будем реализовывать грант, который мы выиграли в прошлом году благодаря выпускнику уже гимназии Матвею Жукову. В идеале мы хотим снова провести школу волонтеров, как и в прошлом году. Конечно, с пандемией это будет сделать намного тяжелее, так как запрещены все массовые мероприятия. Но мы попробуем сделать это дистанционно. Помощь другим, как призвание, считают одни. А может, все гораздо проще. И волонтеру достаточно желания чуточку изменить мир или заходить подарить тепло другому. Подобное может сделать каждый, уверена Лиза. Я, наверное, юных слабожан хочу призвать к вступлению в различные волонтерские отряды, в том числе и наш волонтерский отряд «Дай лапу». Это поможет вам развиваться, открывать для себя новые и становиться лучше и делать в первую очередь этот мир лучше.